Всем привет! Сегодня покажу вам один рецепт приготовления очень замечательной рыбы, которая называется палтус. Палтус выглядит вот так. На фотографии нас двое, и тот, что в черно-красном костюме, это не палтус. Палтус тот другой, который висит и плоский. Палтус практически не имеет естественных врагов, кроме человека, наверное, и достигает довольно крупных размеров. Ну, допустим, в Норвегии ловить палтуса более 50 килограмм запрещено законом. Этот закон может действовать буквально, может быть, года 3-4, примерно так. Так что, если вы надумаете ловить большого палтуса, норвежская полиция вас ждет. Ну, давайте, а прекрасно. Сама по себе рыба очень нежная, жирная и вкусная. Но любой, даже самый замечательный продукт, очень легко испортить. Сегодня я вам покажу метод, при котором палтус получается просто превосходный. Да, кстати, по такому методу вы также можете приготовить такие рыбы, как треска, сайда. Зубатка. И все рыбы семейства лососевых. Ну, для кого-то лососевых, если хотите. Я могу ошибаться, но не думаю, что также по этому методу очень вкусно получится такая рыба, как хек и ментай. То есть рыба, которая в России, я думаю, что доступна каждому. Хотя я, живя в Германии, честно говоря, ее не встречал. Окажите мне услугу. Приготовьте два последних названных мною видов рыб и сообщите в комментариях. Мне просто интересно самому. Давайте приступим. Рыбу я уже заранее подготовил. Чешую я снял. Если вы кожу не едите, то чешую убирать не обязательно, потому что после приготовления филе будет настолько мягким и нежным, что эту кожу можно спокойненько удалить вилочкой вместе с чешуей. Теперь я приготовлю маринад, который делается очень просто. На один литр воды я беру 30 грамм соли. Если вы берете 2 литра воды, то, естественно, 60 граммов соли. Отправляю 30 грамм соли и перемешиваю венчиком до полного растворения. Специально не добавляю морскую, потому что она крупная, будет просто дольше растворяться. Соль растворилась. Рассол готов. Посуду отправляю рыбу. Заливаю рассолом. И оставляю на полчаса, чтобы рыба напиталась солью. Ну а за эти полчаса можно подготовить какой-нибудь гарнир. На ваше усмотрение. Я вам покажу, что приготовил я. Рыба у меня промариновалась. Обсушиваю ее салфеткой. Я уже заранее подготовил противень, выселил его алюминиевой фольгой. И сверху бумагу для выпечки. Немного добавляю оливкового масла. Выкладываю рыбу на противень. Могу ее поперчить, потому что готовить я ее буду при низкой температуре. Добавлю немного чеснока для запаха. И пару веточек розмарина. Сверху еще немного оливкового масла. Это может быть не только оливковое масло. Это может быть и сливочное масло. Или любое другое, которое вам по вкусу. Накрываю пищевой пленкой. И отправляю в духовку при температуре 100 градусов. Вверх-вниз. И не бойтесь, что пленка у вас сплавится или загорится. С нею ничего не случится. Если мало ли у вас имеется сувидница, то все те же самые малипуляции с соленой водой и затем... Ну в этом случае, конечно, с рыбы полностью убрать кожу. Так будет лучше. Рыбу запечатать в полиэтиленовый пакет. Добавить туда оливкового или сливочного масла. Запаять. И готовить уже в сувиднице при температуре 56 градусов 20 минут. Рыба будет вообще обалденная. Ну а я за неимением сувидницы готовлю такую рыбу просто в духовке. Здесь, значит, смотрите по времени. У меня духовка маленькая. Она прогревается мгновенно. И мне этих 20 минут будет достаточно. Возможно, вам понадобится, если у вас большая духовка, немного больше времени. Все, рыба пошла в духовку. Рыба находится в духовке уже 5 минут. Я заливаю чищеный картофель, который я предварительно присолил, кипяченой горячей водой. И отправляю его на плиту. Через 15 минут картофель у меня будет готов. В этой же воде я буду отваривать также и овощи. А именно, кальраби и морковь. Их я заброшу после 5 минут готовки картофеля. А брокколи после 9. И у меня и картофель, и овощи приготовятся все одновременно. И сразу сделаю подачу. Помимо этого, у меня будет и другой гарнир. А именно, рис в асмате, который я готовлю в рисоварке. И овощи от джабсандали. Как готовятся такие овощи, есть у меня на канале. Ссылочку я вам оставлю. Если у вас есть желание, можете посмотреть. Рыба готова. В последний момент я ее перед духовкой перевернул на кость. Аккуратно удаляю пленку. И делаю подачу. Рис в асмате на 3 часа. А овощи на 11 часов. Все как обычно. И немного овощного сока. На 6 часов идет рыба. Вуаля! Давайте я вам сразу поближе покажу, как выглядит рыба. Насколько она получилась сочной и нежной. Вот посмотрите, как легко кость отходит от плоти. И как кожа беспроблемно отделяется от филе. Просто сказка! Ну и давайте сделаем следующую подачу. Теперь с картофелем и с овощами. В картофель я добавил немного сливочного масла с зеленью. Немного овощей. Ну и собственно говоря, саму рыбу. Надеюсь, это видео было для вас полезным. А я с вами на этом прощаюсь. И до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok